Еще вопрос. На ветке невысокой дикой яблони привил несколько черенков культурной яблони. И прививки хорошо развились. Я обрезал все ветки дичка и оставил только прививки, но после этого они зачахли. Это из-за обрезок, я подозреваю, можете ошибаюсь. Значит, я тоже убираю всегда дички, особенно это шла речь о коммерческих деревьях. Ну, то есть, зачем я буду продавать саженцы, если тут вот так растет культурный дикий побег. Всегда за полостью. Как только дички в течение лета они опять отрастали, я их обламывал, даже лень была ножом, так иду мимо, опять вылез побежек. Ну, маленький, со спичкой, пол спички, обломил, дальше обломил, обломил. И в конце концов у меня вся прививка полностью становится культурной. И вариант, так сказать, гибели единичная вообще в практике. То есть, уже если пошла, то она уже до осени растет и никогда не вдруг после... У меня не бывает такого, что посреди лета раз и сдохла. Не бывает. По-первых, все было, помните, я рассказывал про раннюю железу, вот что-то не назывался, парочком. Там было, сейчас нет, вот. И получается, что вы есть... Я зацеплюсь совсем за другое. На ветках привел несколько человеков культурные яблони, прививки хорошо развивались. Они развиваются, а потом происходит просто, в первых случаях, просто отторжение ткани, и никуда вы не денетесь. Начинается борьба. Дело в том, что вы сделали скелетные прививки. Перевес, если брать дикаря, это корни, это штамп, это скелетные ветки. И то, что вы привили культурные, они были практически обречены. К тому же несколько их было. Они просто были обречены. Их просто пасали далеко-далеко, и просто уничтожил подвой. Мы, поверьте, мы должны получить новые яблоны, культурные. А вместо этого дичок, этот подвойник, даже не выгнал, а просто уничтожил. У них началась генетическая война. Не полная, не сапп, а еще, ладно, я хитрю как. Вот он, колень, вот такой торчит, вот такой вот, как это, всего лишь этот самый. В него я внедряю, практически на храню шейки. Я внедряю, там, с помощью косого среза или расщепа, я внедряю, у меня, получается, крона растет, а дичок хочет вытолкнуть. А как он ее вытолкнет? Ему же расти надо. И вот этот инстинкт, что ему надо расти, у него корни, он все требует движения вверх, он пересиливает себя. И в большинстве случаев получается, что он культурную крону принимает. Но когда у него все корни, штамп, скелетные ветки, для него вот эта вот самая, какая-то мелочь там прицепили, вот две-три почки, вот он с ними расправляется только так. Здесь преобладает уже не инстинкт передать туда, он и без этого имеет достаточную крону, дикую крону, а инстинкт сохранения генетической особенности, генетического, как ее назвать-то, генетического единороза, нет. Генетической исключительности. Все. Не дает этим скелетные привыкли дебнуть десятки раз чаще, чем те, которые привиты у земли. Поэтому я это сделал законным постулатом. Привайте у земли. А то, что несколько черенков, это тоже, видите, как. Он и несколько вытолкает. Тем более тут начинается такая вакханалия. Это даже одна прививка, это уже извращение. А в несколько прививок, тем более извращение для дерева. Расправляется с ними, как с врагами. Ну, как мог ответить. Привет, Салтайского края. Тут есть земляки, отзовитесь. Андрей. Всем добрый вечер. ВК. Что будет, если взять на прививку яблони, черенок не с бокового прироста, а с центрального трехлетнего деревца? А вы знаете, я бы ответил бы, напишите мне письмо на мою электронную почту. Я забуду через минуту. Это такая особенность у меня в голове. И там должно быть так. У Лея Константинович, вы на северном вебинаре обещали ответить на этот вопрос. Дело в том, что центральный проводник, или сейчас отвечу. Центральный проводник, он бывает разный. И тут вариант так. Или это волчок. Я их называю ветки второго сорта. А центральный проводник, тот знаете, какой хитрый? Хитрый. Тем более это боковая ветка. А, допустим, это надо живьём увидеть. Я бы, допустим, 10 фотографий подобрал и сказал, а вот это надо взять, а вот это центральный проводник не годится. Но это отдельная тема. И сейчас дать это... Просто хочу сказать, если... А эта ветка, она же как? Она была боковой, а мы её привили. Она три года росла, и вот эта центральная ветка, это не настоящий проводник. На боковой ветке, если бы не отрезали бы на прививку, она бы стала вот так, правильно? Правильно? Сильно было это. Значит, можно взять. Ну, хотя бы так отвечу. Так, вот взрослый дерево, груши на Рябине, из сайта 7 дач. Ну, что? Мне не нравятся вот такие фотографии. Я хочу урожай видеть. Я привёз с Армении прекрасную грушу. Забыл название, она с сорта, но она была из... А это было зимой. Я привёл на чёрную рябину, получил 4 несъедобные груши. Подчёркиваю, на чёрную рябину. На чёрную. 4 несъедобные груши, абсолютно. Не то, что вкуса нет. Её вообще так долго плевался, когда пробовал разгрызть. Вот. То есть, как ни странно, вегетативная эта гибридрация, нерегетативная гибридрация. Вкурс у сладчайшей армянской груши был полностью испорчен 100%. Можно гадать причину на уровне генетики или просто соком от рябины. Ну, достался, скажем так, сок от рябины и оказался в этом плоде, мякоти. Можно так, можно уйти к терморизации. Это чем интересно с удовольствием, что пол, 100% этого не бывает, а это самое интересное. И вот вы нашли вот эту вот самую грушу, которая привита на рябину. Так, вот. Если её, возможно, есть, да, но ещё раз говорю, для меня это ещё не факт. Мне нужно дерево целиком. А здесь я вижу что? Я вижу, да, переросла. Да, прививку надо было делать у земли. Чем ниже прививка, тем больше, вкуснее будет верхняя часть плоды. Но это мы уже проходили. Идём дальше. Так, теперь попадём мы туда, нет? Или нет? Сейчас. А, попали. Вот так ответил. Так, что там дальше у нас? Наверное, был выше, да? А, да-да-да-да-да. Стрёмно выглядит. Стрёмно выглядит. Это хороший вывод. Стрёмно. Это межвидовая прививка сделана высоко. Увы, обречена. Ну, может, она уже дала пять урожая. А может быть, груша вкусная. Ну, и мне кажется, что вкус передаётся от низа. Просто потому, что туда сок попадает несъедобный. До сих пор не могу понять, почему грушу не прививает на сенце груши. Вы знаете, я встречал статьи, да? Подпись были очень даже уважаемые. Не простые люди, а назовём их там учёный-агроном. Или просто агроном. Или просто доцент. И так далее. И они, целая статья с упоением из фотографии, что груша прививается на черноплодную рябину, что груша прививается на боярышник, груша прививается на эргу, груша прививается на айву. Вот. И вот, когда заканчивается статья, я думаю, господи, а где за сенец игруши? А потом догадался. А их взять негде. Поняли, да? Так, спасибо, всё понятно. Сейчас так, поясните метод ментора на практике. Маньчжури с подвой. Ой, вы сейчас хотите меня загнать в это, под стол, чтобы я уснул. Так, маньчжури с подвой, культурный привой, и плод их прорасчиваем для подвоя. Затем на новый подвой, снова культурный привой. Это первый покой. Нет, не так. Вот. Если маньчжури с подвой, культурный привой, плод их не для подвоя. В лучшем случае, или в единственном случае, для привоя, если негде достать веточку. А подвой нет. Маньчжур с подвой, он и остаётся подвоем. Вот. Зачем нам культурную использовать в качестве подвоя? У него маньчжури все равно уступит. Маньчжурцу. Это уж точно. Маньчжурицу как крайний случай. Остальное, типа это, уже варианты, гибриды. Один гибрид более, маньчжурика, другой менее. Но маньчжуриц, это маньчжуриц. Так что, вы неправильно, не так поставили вопрос. Культурный привой, плод для подвоя. Для привоя. Вот там ещё можно. Хотя гарантии-то нет, что вы получите такое же. Затем, ну, в общем, вы поняли, надеюсь, меня. Тимур, всем привет. Я при прививке заметил, что вымерзает только сама древесина. Она на срезе тёмная. А под корой всё зелёное камби, почки живые. Как это понимать? То есть, сама древесина минимальная, только несмотря на то, что находится под защитой верхних слоёв. Дело в чём? Вы заметили, что древесина тёмная, а в каких-то случаях можно добиться даже и живой прививки, и даже относительно живого и полноценного дерева. Дело в чём? Как я понимаю, дело в том, что дерево не хватает ресурсов на всё про всё. Вспомните засухи. Вспомните, что оно попадает из влажных краёв, сухие. Вспомните, что оно, допустим, не извечено корнями, а его никто не собирается поливать. Вот. И получается так. И самое страшное, это, когда корни изувечены, дерево садится, не отрезая, не выбрасывая верхнюю часть, а в надежде, что оно всё будет, нормальное дерево, всё до верхушек. А она в таких случаях начинает, древесина, та самая, под корой, под камби, она начинает загнивать. И начинается всё с самого центра. Всегда, а питать их сейчас не хватило, или мороз. Мороз такая вещь, то же самое. Это получается, как все ресурсы достаётся верхней части. А внутри начинается метление. До поры, до времени они могут 10-20 лет жить. А если вы сделали срез, увидите, о, а внутри чернота. И вот. Всё относительно. Хорошо, когда срезал, а там всё чистенькое, всё светлое. А вы заметили, что вот раз чик, снаружи вроде живое, почки живые. А внутри не просто когда-то добираются туда грибы. Помните, что это гриб-трутовик? Слово трутовик, знаете, слово труд. Вот. А он оттуда и берётся. То есть, самое слабое место, я долго говорю, а вывод такой, самое слабое место на гниение, на замерзание, на умирание, это центр среза. Там, где годовые кольца. Это данность. Тем более, что, ещё раз говорю, пересыл, деревья, которые всего 12 тысяч лет жили в Африке, в наглую, где-нибудь там, в этой самой, в Вологде или в Швердловске выращивают. Ну, что это такое? Когда они успели? 17 лет назад они ещё жили в Африке, потому что в Европе было сплошной лёд. Вот и всё. Потому что ничего удивительного. так, Акцедр, выбор, ваша одна груша, которую вы рекомендовали обрезать под корой черноты. Давайте посмотрим. До низа срезать не стал. Время показывает, живая или нет. Другие деревья, местная слива, хотел привить. Чик, чёрный, другую ветку, чик тоже. Да вот мне интересно, в Швердловой выбор, где-то такие морозы были. Так, тут и одна, не одна, или это одна? Что я здесь вижу? Живые деревья? А где срезы? Может быть, я куда-то не знаю, куда дальше это ткнуть. Вот. Чтобы вверх, вниз, куда? Не понял я. Ладно, возвращаюсь. про черноту я ничего не заметил. Может быть, я не умею это делать. protsevenrada Спасибо. Спасибо. ¿ road overcome